Обычное выражение Сравнять с землей это преувеличение Но только не на этой войне 10 грузинских сел в Южной Осетии Равняли землей по-настоящему Бульдозерами В международном праве это называется Этническая чистка Что касается этнических чисток То естественно Эта проблема существует И мы Со всей твердостью Этот вопрос Поднимали и Будем поднимать перед теми Кто за них отвечает Хотя отдельные наши партнеры Почему-то просят этот вопрос Не поднимать В том числе и в конфиденциальных Разговорах Стесняются наверное Да уж В Кремле не стесняются Уничтожали грузинские села А российская пропаганда обвиняла грузин В проведении операции под названием Чистое поле Это особая ложь С претензией Русское выражение Чистое поле На грузинский даже не переводится Сразу видно Подделка Так что выбирайте выражение Господа из кремлевского агитпропа Чистое поле Если честно Я не понимаю что это такое Это глупо и страшно Вот это вот Меня все время пугает Вот эта непредсказуемость Вот этой пустоты российской И глупости Дефи Гоги Бадашвили тоже придумал слоган И этим гордится Стоп Раша В переводах не нуждается Стоп Раша Это сразу пришло ко мне Так быть Они наступают Надо их остановить Как остановить Стоп Стоп это на всех языках Стоп Россия Это Россия Тоже Руссетти Россия Россия И потом уже мой друг Тоже сделал Классный такой слоган Ам Джорджия И прицел Мол вот я Это Джорджия Грузия Сакарфелло Это я Давай стреляй Грузия еще бомбили самолеты А жители Тбилиси Собрались на площади Чтобы прокричать Эти слова На весь мир Повырьки Из властелина колец То же самое происходит Если мы их не остановим Все вместе Взявшись за руки Вот так Как кольцо огромное То они вгруппят весь мир Ибо они хотят получить все Но они не победители Победители получают все Но они не победители Они не моралисты Все эти политики Военные В том числе солдаты И общественность В августе у Грузии был выбор Уступить агрессии Огромного соседа без боя Или защищать свои границы Надеясь на международную поддержку В нашей истории так уже было 20 век 21 год Февраль В Грузию вторглась 11-я Красная Армия После первого поражения У реки Храми Командование армии Принял генерал Георгий Квинетадзе Изучив положение Он произнес знаменитую фразу Войну мы проиграли Но драться будем Началась героическая оборона Тбилиси Параллельно 9-я Красная Армия Наступает в Абхазии А другая дивизия Идет из Северной Осетии Через Мамисонское ущелье Рокского тоннеля Тогда еще не было Грузинским войскам В упорных боях Удалось несколько раз Отбить наступление на Тбилиси Но через неделю Численное превосходство Красных Решило исход сражения Правительство Ноя Жордания Эвакуировалось Сначала в Кутаиси А затем в Батуми Лига наций Отделалась с сожалением Поддержки Европы Грузия тогда не дождалась В 21 веке Интервенция происходила Уже при других обстоятельствах Россия оккупировала Пятую часть территории страны Но президент Суверенной Грузии Получил международную поддержку В собственной столице А не в эмиграции Говорят, что войной В маленькой стране Россия поддержала Имперский статус Сильно потрепанный После развала Советского Союза Если это так То войну за статус Россия скорее проиграла Потому что не бывает Сверхдержав Где солдаты Воруют унитазы Выносят мебель из школ Снимают с противника Форму и ботинки В Абхазии появилась Русская трофейная барахолка В России любят повторять У нас есть все Мы самодостаточные государства После грабежей Грузии В это верится с трудом Грузия вложила миллионы В развитие социальных программ Южной Осетии А из России в Цхенвале Стабильно поставляли Только оружие Зато воды в городе Не было ни летом Ни зимой Водопровод Не ремонтировали 25 лет Неудивительно Фантомной империи Нужны не Осетины А Грузии И желательно Вся Этой цели Августовская война Тоже не достигла Вторжение осудил Запад Россия потеряла статус Миротворца Тогда в Кремле решили Надо уменьшить Грузию Парадокс Но Абхазию И Южную Осетию Признали Чтобы оставить В Грузии Русских солдат Исходя из сложившейся ситуации Необходимо принять решение Я подписал указы О признании Российской Федерации Независимости Южной Осетии И независимости Абхазии Мы там будем жить Понимаем Предлагаю Понял А они будут работать на это А, так вы им предлагаете стать Рабской А Южная Осетия будет нашей передовой Военной базой Против натовской Грузии Молодец То есть вы им сразу честно говорите Чтобы нам быть спокойными за Кавказ Вы у нас все погибнете У нас на передовой Граждане Абхазии Вы наши рабы Мы вам будем приезжать Если Если вдруг Бедная российская политика Кошмар Уже через три месяца после войны Правительство Грузии Построило новые поселки для беженцев 7 тысяч семей Встретят Новый год Под собственной крышей Ацхинвали встречает зиму В домах без окон Обещанная финансовая помощь Все еще не поступила Нет плана экономического развития Да и зачем Новые казармы для российских солдат Уже построили Независимая Южная Осетия Выполнила свою функцию И теперь от нее совсем ничего не зависит Грузины и осетины веками жили вместе И эту войну проиграли вместе Фантомная империя выиграла в одном Южная Осетия превратилась В сплошную военную базу И вот последний вопрос Надолго ли? История маленькой Грузии Помнит много империй Гораздо более грозных Чем остатки Советского Союза Здесь воевали И Рим И Византия И Персия И арабский халифат Улицы древнего Тбилиси Видели орды Тимур-Ленга Татара-Мангол Турак-Сельджук Но наш народ сохранил И принес в этот век язык Культуру Религию И толерантность И пусть империи приходят и уходят Грузия остается Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова